У многих людей, а может быть это у всех людей, бывает такое, что сначала они получают хорошую мотивацию, они полные сил двигаются, проходит некоторое время, может быть неделя, а может быть две недели или месяц, и они устают, они сдуваются, им хочется все бросить. Это эффект воздушного шара, который идут по небу. Вы знаете, что у них есть горелка, и для того, чтобы он постоянно поддерживался на определенном уровне своей мотивации, нужно, чтобы эта горелка постоянно нагнетала горячий воздух. Ее периодически отключают, он двигается на этой мотивации, но для того, чтобы он не опустился, как человек, который теряет мотивацию, нужно включать эту горелку и нагнетать снова горячим воздухом. То же самое у каждого человека, свой уровень мотивации нужно постоянно поддерживать. Опять же, поддерживать нужно давать себе отдохнуть, иногда перевести дыхание, просто куда-то съездить, прийти в себя и не работать. Тогда ты приезжаешь, тебе приходят новые мысли, новые идеи, ты не зашориваешься. С другой стороны, нужно посещать постоянно какие-то мероприятия, тренинги, на которых ты получаешь новые инструменты, и общаться с успешными людьми. Самая большая мотивация в жизни – это общение с успешными людьми, с теми людьми, которые достигают результата. Опять же, посещать тренинги и мероприятия, там, где эти успешные люди выходят на сцену, ты можешь от них, если это небольшой тренинг, человек стоит на сцене, он практик, он обучает, ты ведь можешь с ним общаться, ты можешь смотреть на него, ты можешь с него брать прибер, ты можешь задавать вопросы, получать обратную связь. Если ты посещаешь много мероприятий, это правило шести рукопожатий. Все люди знакомы, и можно познакомиться с любым человеком, когда ты общаешься, и расширяешь свой круг общения, и у тебя есть возможность общаться с теми людьми, которые выше тебя, которые больше тебя зарабатывают, которые более успешны, чем ты, тянись к этим людям, общайся. В конце концов, в Ютубе смотри видеоролики, учебные фильмы, где с большим удовольствием и открыто вещают те же самые успешные люди. Ты от них напитываешься энергией, напитываешься опытом, и смотришь, что они делают, что делаешь не так, иначе сам ты можешь зашориться. Зашориться, забуксовать и погибнуть просто в этой рутине ежедневной деятельности, ежедневной своей работы. Нельзя вариться в собственном соку, нужно выходить из своей зоны такого комфорта и общаться с успешными людьми, посещать тренинги и семинары, мероприятия своей компанией, какие-то корпоративы. Это нужно делать обязательно. Только тогда ты себя, как этот барон Мюнхгаузи, можешь за волосы вытащить из болота. Это можешь сделать только сам. Я хочу сказать про себя. Конечно, не всегда есть столько времени, чтобы куда-то ездить и даже, может быть, посетить мероприятия. Но я до сих пор мотивируюсь роликами из Ютуба, в которых я очень много взял, я очень много учусь. Я постоянно смотрю эти ролики, лично меня они мотивируют. Мне они интересны, потому что всегда есть то слово, которое тебе западет, которое до тебя дойдет, и которое тебя чему-то научит. Всегда есть какое-то слово или предложение, которое ты возьмешь на вооружение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!